МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех, кто вместе с нами готов пролистать страницы делового еженедельника. В ближайшие минуты необычно об обычном и аналитично о понятном. Начнем с обзора событий, которыми отметились минувшие 7 дней. 2000 голов. Таким показателем не каждое хозяйство, не то что регион, а всего северо-запада не в силах похвастаться. А вот устьяки могут. Компания Ростова открыла две новые животноводческие фермы. И теперь здесь 9 коровников. К этому шли почти 20 лет. Работу начали еще в 2003 году. Сегодня, благодаря новым технологиям, сократились сроки заготовки кормов и возросла продуктивность. Сегодня в области из всех 46 сельхозпредприятий мы по надою находимся на третьем-четвертом месте. Как отметил посетивший предприятие губернатор, ежегодный объем поддержки фермеров региона будет наращиваться. За последние три года это почти 188 миллионов рублей. И пример компании Ростова показывает, как вложенные средства могут работать на 100%. Это, знаете, такая теория маленьких побед. Казалось бы, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и предприятие уже растет, живет, развивается. И это все крайне приятно видеть. Создаются дополнительные рабочие места, пусть 12, но 120 было, плюс 12, плюс 10%. Если не останавливаться, идти дальше и хотя бы раз в год на 10% увеличивать, то это все создает очень благоприятные условия. Благоприятные условия для обновления автотрассы должно создать двукратное увеличение норматива по отчислению транспортного налога. Теперь 50% средств пойдет в бюджет районов, а 80% в казну муниципальных и городских округов. Мы поддержали предложение губернатора с 2023 года, с начала года. Часть транспортного налога, который сегодня направляет столько целевым образом на ремонты дорожной сети, больше предоставить возможности муниципальным образованием. В два раза мы увеличили те позиции, которые будут оставаться непосредственно в муниципалитете. Если переходить от процентов непосредственно к рублям, то мы предполагаем, что в ходе этого решения дополнительно 400 миллионов получат еще и муниципальное образование на решение такой важнейшей проблемы, как ремонт дорог. Тем временем в Няндаме, Коряжме, Котласе и Холмогорах установят дополнительные контейнеры для раздельного сбора отходов. Развитие системы РСО в Архангельской области идет в рамках проекта «Экобак-29». Присоединиться решила компания «Дампстер», которая имеет соответствующую специализацию. Предложение обсудили в Министерстве природных ресурсов и ЛПК области. Предложение предусматривает организацию площадок «Экобак» на территории этих муниципальных образований и прием тех вторичных материальных ресурсов, которые на сегодняшний день востребованы у переработчиков вторсырья. Одновременно на этих же площадках будут собираться дополнительно то, что к твердым коммунальным отходам не относится. Это шины в рамках подписанного соглашения между правительством Архангельской области и Дмитровским заводом по переработке шин, а также старая бытовая техника. Реализация проекта разделена на два этапа. Первые пункты для организации сборов вторсырья до 20 июля должны появиться в Коряжме и Няндаме, в Холмогорах и Котласе до 1 августа. Планируется также в данных районах запуск мобильных пунктов приема на базе автомобилей «Газель». То есть планируется по графику в определенных местах в определенное время эти «Газельки» будут останавливаться и собирать также вторсырья. То есть будут оповещены граждане, организации. А в Вельске тем временем возобновлена реконструкция аэропорта. Полностью обновленный терминал будет отвечать всем требованиям современных воздушных гаваней. К осени строители планируют закрыть контур здания и приступить к благоустройству и внутренним работам. Завершить реконструкцию должны в ноябре. Сейчас ведутся работы по усилению каркаса здания, потому что в процессе демонтажа меняется конфигурация внутренних перегородок. Потребуются дополнительные меры по усилению. Выходит бригада каменщиков, будут закладываться ненужные оконные проемы. И также будут вести с работы по формированию парапета. И потом сверху вентилируемый фасад. Совершенно верно. Глава региона напомнил, что в этом году после реконструкции взлетно-посадочной полосы в Котласе возобновились прямые рейсы на Санкт-Петербург. Сейчас все идет к тому, чтобы установить регулярное прямое авиасообщение между Вельском и Москвой. Правительство страны увеличило авансы по займам на модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах. Это позволит оперативно направить около 1 миллиарда рублей, в том числе на обновление систем тепла и водоснабжения. О других обсуждаемых федеральных темах наш дайджест. Минфин предложил три новые льготы по НДФЛ. Освободить от налогообложения выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства и любые другие компенсационные выплаты при увольнении работникам. Также снять возрастные ограничения для недееспособных детей для вычета за медицинские услуги. И дать право регионам уменьшать минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью, которая была унаследована, приватизирована или подарена. Банк России планирует изменить тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей. Коридор предлагается расширить на 26% вверх и вниз. Так, страховщики будут устанавливать базовую ставку тарифа по ОСАГО для легковых авто индивидуально для каждого водителя от 1646 до 7500 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны. В условиях резкого подорожания запчастей новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных. Правительство снизило ставку по льготной ипотеке до 7% годовых. Такое постановление подписал премьер Мишустин. Максимальный размер займа – 12 миллионов для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, 6 миллионов рублей для жителей остальных регионов. Первоначальный взнос – не менее 15%. Срок кредита – до 30 лет. Действует программа до конца 2022 года. Тем временем правительство продлило и расширило эксперимент по выдаче лицензий и разрешений в упрощенном формате. Туда вошли еще 11 федеральных министерств и ведомств, в том числе Минцифры, Минтранс, Росстандарт, Росрыболовство. Таким образом, к концу текущего года бизнес может получать 185 видов лицензий от 39 федеральных органов власти через портал Госуслуг и отслеживать все этапы обработки заявления в режиме реального времени. Срок проведения эксперимента, кстати, продлен до 1 марта 2023 года. В любых обстоятельствах здоровая конкуренция имеет немалое значение для стабильности экономики. И, пожалуй, сейчас самое время все больше заявлять о своем продукте с учетом освобождения некоторых ниш на рынке. Помнят об этом и предприниматели Поморья. Главное, чтобы инструменты поддержки были под рукой. С опытом и дело приходит. С 2011 года у Александра Талых зародилась идея создать свой бизнес. И в 2014 году его мечта заниматься геодезической кадастровой деятельностью стала реальной. Его компания «СеверГео» занимается оформлением земельных участков, домов, строений и сооружений во всех уголках Архангельской области. И чтобы продвигать свое дело, Александр Талых решил обратиться в Агентство регионального развития за информационной поддержкой. У нас есть прямо практически такой кейс, когда мы выпустили при помощи Агентства регионального развития статью в журнале Магазин о возможности перепланировки через нашу компанию, регистрацию, заканчивание перепланировки. У нас появились обращения по этому направлению. И с учетом того, что мы рекламу не использовали вообще никакую по этому направлению, значит все клиенты шли именно с журнала Магазин. И, соответственно, это было при помощи Агентства регионального развития. С помощью услуги проведения информационной кампании для предпринимателя Агентство регионального развития смогло помочь в прошлом году на абсолютно бесплатных условиях более ста предпринимателям области. Эта услуга пользуется популярностью. Бизнес видит в этом себе большую отдачу, потому что многие не хотят тратиться на рекламу. И здесь они видят, чтобы сделать этот первый шаг в мир пиара, в мир информации, в мир медиа, они начинаются Агентство регионального развития. Но мы все понимаем, что плюсы только от того, когда ты работаешь систематически. То есть мы даем им возможность рассказать о своих товарах и услугах, а потом уже дальше они сами плывут. Чтобы получить такую услугу, предпринимателям необходимо обратиться в Агентство регионального развития, в Центр услуг «Мой бизнес», либо написать в группу ВКонтакте. Адрес вы видите на экране. Специалисты вышлют все инструкции. О сбережениях и накоплениях думает сейчас, пожалуй, каждый первый россиянин. Ключевые ставки, валютные курсы. Ко всему этому относишься уже настороженно и пытаешься понять, а стоит ли вообще вкладываться во что-либо. На эту тему сегодня рассуждает постоянный эксперт программы. Приветствую вас, уважаемый телезритель. С вами вновь Иван Захаров. И в этом видео мы поговорим о том, во что сейчас можно инвестировать деньги, как их сохранять. Помимо банковских вкладов существует еще такой, я считаю, что отличный инструмент, как золото. Каким образом мы можем купить золото и в чем его плюсы и минусы? То есть единственный, ну и, наверное, основной минус золота. Золото не приносит процентный доход. То есть вы получаете доход только если золото растет в цене. На данный момент золото, если посмотреть там себе графики, оно находится не в лучшем, скажем так, состоянии, не дорожает. И на самом деле это хорошо, потому что цена, на мой взгляд, есть много достаточно причин, почему западные страны подавляются на золото, но так долго происходить не будет. И инфляция, которая сейчас там раскручивается, она придет к тому, что цены на золото, ну, вопрос времени пойдут вверх. И мы с вами на этом можем заработать. Как мы можем купить золото? Ну, в первую очередь я рекомендую рассматривать покупки физическое золото. То есть, допустим, это монеты Георгий Победоносец. Их можно купить в банках, либо в специализированных компаниях. Я рекомендую провести самостоятельное исследование, забить в поисковой запрос, где купить инвестиционные монеты. Как правило, это московские или питерские компании, так или иначе. Ну, вы или ваши знакомые туда ездить, можно туда доехать и купить там одну монетку. И, соответственно, вы будете обладателем актива, который дорожает со временем. Можно покупать серебряные монеты, также Победоносцы. Есть, пожалуйста, там. Эти инвестиции, они не для кратковременных вложений, потому что физически там в цену золота заложена переработка, стоимость монеты, доставка, хранение. Ну, то есть, для спекуляции это не подходит. Для длинных хранений, то есть, там 5-10 лет вложений, это отличный инструмент вложений. То есть, не хуже, чем недвижимость. Если говорить о более краткосрочных вложениях, у нас есть с вами следующий инструмент. Обезличенный металлический счет. Его можно открыть в любом крупном банке, там, будто Сбербанк, ВТБ, открытие. И, соответственно, стоимость там загранметалла устанавливается каждый день, в зависимости от стоимости металла на бирже. И так как металл торгуется на западе к доллару, то есть, зависит еще курс доллар-рубль. И когда сейчас мы с вами имеем достаточно комфортный курс рубля-доллару, то есть, на самом деле, я думаю, что он будет в ближайшее время выше, поскольку в бюджет заложен курс доллара за 74 рубля за доллар. Соответственно, я думаю, что где-то к этому мы придем рано или поздно. Поэтому сейчас достаточно комфортно вкладываться. У обезличенных металлических счетов есть минус в том плане, что эти счета не попадают под гарантию агентства страхованию вкладов. Но, в принципе, открывая в крупном банке, я не вижу тому причины. Но там достаточно высокая комиссия. Она может быть достигнутой 10-5% между ценой покупки и ценой продажи. Какую сумму, я считаю, полезным вложить? Ну, допустим, у вас есть 100 тысяч рублей свободных. В ближайшие два года они вам не требуются. 5-10% от этой суммы вы вполне можете инвестировать в золото и в серебро. Можете разделить 50 на 50. Если сумма небольшая, можно купить, допустим, одну монетку, если позволяет размер активов. То есть, либо серебряную, либо золотую. Или купить Finex FXGD, тикер у них на бирже. Соответственно, покупаете, смотрите. То есть, в принципе, надо просто будет подождать. Я думаю, что в течение года мы увидим совсем другие уровни. Прогнозировать я не буду. Это достаточно неблагодарное занятие. Но уверен, что это будет одна из самых лучших и несложных инвестиций в наше время. Поскольку золото не такой волатильный актив, как акции. То есть, на самом деле, там все достаточно спокойнее. Поэтому рассмотрите для себя эту возможность. Я уверен, что она в будущем принесет вам хорошие дивиденды. До новых встреч. С вами был Иван Захаров. Далее минута информации о проектах и событиях, которые помогут предпринимателям расширить горизонт и, возможно, заручиться поддержкой новых партнеров. Центр поддержки экспорта Архангельской области предлагает не только бесплатные знания по финансовой составляющей, но и пиар-продвижения в региональных СМИ для того, чтобы принять участие в конкурсе и получить бесплатную публикацию в медиа, надо подать заявку на обучение через портал школы экспорта РЭЦ и побывать на семинаре «Финансовые инструменты экспорта». Розыгрыш пройдет 30 июня в 11 часов. Бизнес Архангельской области приглашают на вебинар «Контакт-центр. Как обрабатывать все запросы клиентов в одном чате» 15 июля в 11 часов. Участники узнают, какие сервисы позволяют соединить все мессенджеры в одно окно, сколько они стоят и какие у них возможности. Участие бесплатно. Агентство регионального развития проводит онлайн-встречу с предпринимателями семей муниципалитетов Виноградовского, Верхнетоемского, Котлосского, Холмогорского, Пинежского, Ленского районов и города Котлоса. Тема – гранты молодым предпринимателям. За подробностями можно обратиться в Агентство регионального развития. На сегодня все. Я прощаюсь ровно на неделю и желаю, чтобы удача и успех были постоянными спутниками в вашем деле. Ну и наша программа тоже. До встречи.